Медики продолжают бороться за жизни тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Новый штамм COVID-19 отличается от предыдущих молниеносным течением болезни и не всегда типичными симптомами. В нашем эфире репортаж из красной зоны Неницкой окружной больницы. Как живешь, строитель? Благодаря этой профессии города обрастают новыми зданиями, причем не только жилыми, но и общественными. Сегодня расскажем о тех, кто возводит в Наринмаре арктический собор. Арктическая малина или северный апельсин. В Заполярье завершается сезон сбора морожки. Где, а главное, чем востребована эта ягода? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска информация об эпид-обстановке в регионе. За прошедшие сутки в НАО зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1646 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1635 человек. 46 из них за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 19 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 267 человек. Из них стационарное лечение получат 65 человек, амбулаторное – 202. Напоминаем, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности – обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией, закупят дополнительные пульсоксиметры. Такое поручение дал глава региона Юрий Бездудный. Напомним, с конца июля жителям региона больным коронавирусной инфекцией и проходящим лечение на дому должны выдавать пульсоксиметры. Прибор для измерения насыщения крови кислородом предусмотрен для временного пользования пациентам, которые находятся в группе риска осложнения заболевания. Мне в социальных сетях личные сообщения пишут, не всем довезли и пульсоксиметры. Но если не всем довезли, давайте купим еще 100 пульсоксиметров и развезем всем больным. Пусть будет у каждого больного пульсоксиметр так же, как термометр. Есть у каждого термометр, путь будет пульсоксиметр. Потому что вот это новый штамм, непонятно течение болезни. Вроде состояние и нормальное, а сатурация 92. Так срочно надо брать этого пациента и везти на КТ. Но он же не скажет, какая у него сатурация. Надо измерять ее. Андрей Александрович, проработайте, пожалуйста, если необходимо докупить еще пульсоксиметр, давайте докупим. Также он дал поручение сформировать запас лекарств и средств защиты, подготовить дополнительные мощности в Ненецкой окружной больнице, а также оценить резервы по кислороду. При необходимости будет запущена дополнительная кислородная станция. Медики продолжают бороться за жизни тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Новый штамм COVID-19 отличается от предыдущих молниеносным течением болезни и не всегда типичными симптомами. В стационаре Ненецкой окружной больницы занято большое количество коек. Наша съемочная группа отправилась в красную зону, чтобы пообщаться с врачами и пациентами. Репортаж Алины Ваучейской. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши самочувствия сейчас? Владимир Тихонов к своим пациентам наведывается едва ли не каждый час. Постоянный контроль за состоянием больного – один из важных факторов успешного лечения. Цитурация на увлажненном бездороге 98, пульс 81. Татьяна Протопопова в ковидном отделении уже неделю. Говорит, сначала и не подумала на страшную инфекцию. Температура 37 не вызывала повода для беспокойства. Впрочем, спустя несколько дней женщине резко поплохела. А вот в понедельник уже 39 скакнуло, когда температура. И потом 5 дней 39, когда стало уже тяжело дышать, вот тогда-то паника началась. Вот поэтому я считаю, что надо, когда именно только начальные признаки, надо обязательно именно в этот момент бить тревогу, а не ждать до последнего края. Татьяне, можно сказать, повезло. С таким серьезным поражением легких врачи смогли стабилизировать ее состояние. Сейчас женщина на кислородной поддержке. В ковидном отделении Ненецкой окружной больницы применяют сразу несколько видов оборудования для насыщения организма кислородом. Это кислородный концентратор портативный, использующийся в медицинской практике для людей, у которых имеются признаки дыхательной недостаточности. Он используется, может, так и в облаторных, стационарных условиях, без разницы. Портативный, передвигается довольно-таки легкий. Лечат пациентов с коронавирусной инфекцией по стандартам, которые прописаны в 11 методических рекомендациях Минздрава. Как правило, это противовирусная терапия, также назначаются лекарства по сопутствующим заболеваниям. Самое опасное состояние при ковиде – так называемый цитокиновый шторм. Это чрезмерная реакция иммунной системы на вирус. То есть организм, борясь с ковидом, можно сказать, запускает механизм самоуничтожения. При таком состоянии отсутствие медицинской помощи может привести к смерти, поэтому заниматься самолечением и затягивать с обращением к врачу не стоит. Рекомендую обращаться чем раньше, тем лучше. Не ждать дома, не ждать, когда само все пройдет. Обращаться и я думаю, что от этого зависит успех в нашей работе, в нашем лечении. И, конечно, соблюдать все правила септики, антисептики, дома мыть руки и носить маски, прививаться. Ежедневно в красной зоне работает профессиональная команда из пяти врачей. Также за пациентами ухаживают медсестры и санитарочки. Большой поток больных начался с июня. Причем это и горожане, и гости Заполярье, и жители Ненецкой глубинки, и даже вахтовики. Медики говорят, третья волна коронавируса – молниеносная и агрессивная. Развивается клиник, это бурно, быстро, абсолютно. И в этой волне у нас больше молодежи. Если в предыдущих волнах у нас как-то был более возрастной контингент, то сейчас мы видим 40-летних и 30-летних, и дети болеют. Конечно, я хочу обратиться к нашим жителям, наверное, все-таки соблюдать меры профилактики, потому что они на сегодня действенны. Это маски, это соблюдение дистанции. Самая эффективная мера профилактики – это вакцинация. Медики ежедневно спасают тысячи жизней. Каждый из нас также может им в этом помочь. Не забывайте о трех главных правилах. Носите маску, чаще мойте руки и соблюдайте социальную дистанцию. Берегите себя и своих близких. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, Телеканал Север. С начала текущего года жители Ненецкого автономного округа добровольно сдали в Росгвардию более 900 нелегальных боеприпасов и 7 единиц незарегистрированного оружия. В большинстве случаев нелегальные предметы вооружения бдительные граждане обнаруживают при осмотре жилых и хозяйственных помещений, оставшихся от покойных родственников, реже на открытых участках местности и территориях охотничьих угодий. Добровольная сдача незаконно хранящегося оружия не только освобождает от уголовной и административной ответственности, но и дает право на получение денежного вознаграждения. Добровольная сдача оружия исключает судимость и другие негативные последствия для биографии человека. С начала 2021 года жители Ненецкого автономного округа добровольно сдали в региональное управление Росгвардии 912 боеприпасов и 7 единиц незарегистрированного охотничьего оружия. В основном бдительные граждане находят предметы вооружения при осмотре жилых и хозяйственных помещений, оставшихся от покойных родственников, реже на открытых участках местности и территориях охотничьих угодий. Обратиться в Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу можно по адресу город Наринмар, улица Рабочая, дом 14-Б или по телефону 4-69-60, а также по номеру Единой службы спасения 112. Жители отдаленных и труднодоступных поселений могут обращаться к участковому уполномоченному полиции. О дальнейших действиях участников программы по добровольной сдаче оружия рассказали в окружном отделении социальной защиты населения. С начала года жителям округа выплачено более 63 тысяч рублей. Это денежное вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия. Процедура очень простая. Необходимо сначала обратиться в Росгвардию сзади оружия, а затем будет выдана справочка и с этой справкой надо будет обратиться в отделение соцзащиты. И тогда вы получите вознаграждение. За одну единицу добросовестному гражданину выплачивают до 15 тысяч рублей. Действующая программа распространяется и на тех, кто незаконно изготовил и хранил опасные предметы, но решил встать на путь исправления. В студии телеканала «Север» в прямом эфире обсудили предстоящие выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва и муниципальные выборы на территории Ненецкого автономного округа, которые состоятся 17, 18 и 19 сентября. На вопрос ответил председатель избирательной комиссии Ненецкого автономного округа Иван Макаров. На сегодняшний день регистрация кандидатов на выборы в Государственную Думу завершена. Выдвижение и регистрация кандидатов на выборов депутатов Государственной Думы у нас завершены. До 4 августа был срок законом, выделенный на эту процедуру. Этот процесс сегодня закончен. 1 августа избирательная комиссия Ненецкого автономного округа приняла решение о регистрации уже всех кандидатов, их шесть. Подготовка к выборам идет полным ходом с соблюдением всех нормативных актов. Осеннее голосование будет проходить в течение трех дней. Столь протяженное время выборов обосновано ковидными ограничениями, благодаря чему вероятность заразиться ковид-19 минимальна. Маски для всех членов участковых комиссий, перчатки и маски тоже для всех избирателей, для всех наблюдателей. Все, кто будет присутствовать на избирательном участке, все будут обеспечены этими средствами индивидуальной защиты. Будут у нас необходимые действия по санитарной обработке. Выборы с соблюдением всех профилактических норм на территории Ненецкого автономного округа пройдут 17, 18 и 19 сентября. Также в скором времени будет организовано досрочное голосование для труднодоступных и удаленных территорий региона. 8 августа жители страны традиционно празднуют День строителя. Благодаря этой профессии города обрастают новыми зданиями, причем не только жилыми, но и общественными. О тех, кто строит Арктический собор, расскажет Елизавета Кабанова. Еще, Костя! На стройке главное – командная работа. Все трудятся как единый механизм. Вот, к примеру, стропольщик Артур загружают на специальный поддон кирпичи, чтобы потом их подняли наверх, где уже остальные рабочие продолжат их выкладывать. Строитель приехал на Ринмар из Перми три года назад, специально, чтобы участвовать в возведении Арктического собора. Профессии он уже почти 10 лет. Признается, что работа ему нравится, даже несмотря на сложности. Бывает, очень много работаю в течение дня рабочего. И физически просто уже устаешь. Бывает, конечно, полегче. А что хорошего? Не знаю, на природе свежий воздух. За возведение собора отвечает строительная компания СК «Лидер» из Перми. Бригада из 14 человек работает вахтовым методом. За три года строительства они уже полностью возвели монументальное здание. Высота собора будет 36 метров. Купола будут устанавливаться на высоте 35 метров. Сейчас строители заканчивают важный этап. Везет сейчас монтаж барабанов, кирпичная кладка, сводов, перекрытие, грубо говоря, кровли. Работы идут по плану. Отставаний вроде никаких нет. Все по графику. Работы должны закончить к сентябрю. После строители начнут готовиться к зимнему периоду. Напомним, работы на объекте были прекращены в 2014 году, а возобновились лишь в 2019-м. В следующем году на здании появятся главные символы – пять куполов. Сам собор после окончания строительства будет выполнять сразу несколько функций. В нижней части собора будет музей «Русская Арктика», в верхней части собора будет сам храм, в котором будут происходить службы. Про окончание работ пока никто точно сказать не может. Все зависит от финансирования. Но по примерным расчетам и наличию средств на Ринмарт смогут посетить Арктический собор через три года. В 2021 году желание переселиться из Ненецкого автономного округа в благоприятные климатические районы выразили 382 семьи региона. Сертификаты на переселение будут выданы 15 семьям. Всего в списке граждан, желающих переселиться в более благоприятные районы, состоит 1655 семей. Для постановки в очередь необходимо подходить по ряду критериев. В первую очередь это нужно проживать на территории Крайнего Севера не позднее, чем с 1 января 1992 года. То есть приехать на территорию не позднее, чем 1 января 1992 года. Второе условие это проживание в районах Крайни Севера 15 лет. И третье обязательное условие это не иметь жилья на других территориях. Предоставление социальных выплат на покупку жилья в благоприятных районах реализуется в рамках госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО во вкладке «Социальная политика в жилищной сфере». С 15 октября по 14 ноября пройдет всероссийская перепись населения. 25 тысяч волонтеров со всех регионов страны окажут консультационную помощь на переписных участках. Стать добровольцем может любой желающий житель округа в возрасте от 18 до 50 лет. В обязанности добровольца будут входить достаточно простые задачи. Волонтеры будут оказывать консультационную помощь гражданам, которые хотят принять участие в переписи. В частности, они будут говорить о способах участия в переписи. Их всего три. Это остаться дома и дождаться переписчиков. Второй вариант – прийти самостоятельно на переписной участок. И третий – через сайт госуслуги. Если вы желаете стать волонтером переписи населения, вам необходимо зарегистрироваться на сайте, адрес которого вы видите на своих экранах. Пройдя обучение и краткий инструктаж, вы сможете помочь в переписи населения. Регистрация волонтеров будет проходить с 1 августа по 15 сентября 2021 года. Арктическая малина или северный апельсин – так называют, пожалуй, самую знаменитую и полезную ягоду заполярья – морожку. Именно она занимает почетное место на столах жителей округа и не только. Сезон сбора ягоды недолог, поэтому, несмотря на погоду и гнус, многие спешат собрать морожку не только для себя, но и на продажу. Компоты, варенье, кисели и различная выпечка. Что только не готовят хозяйки из морожки. Кто-то, пользуясь возможностью подзаработать, собирает ягоду в больших количествах и продает в местные магазины и точки общепита. Мария Тайбаре и семья в этот сезон собрали почти 100 килограмм морожки на продажу. Весомый вклад в семейный бюджет. Примерно 20 июля начались смотреть морожку. Она пока такая рухлая вначале, но потом она становится мягкой. И первое время мы собирали около, ну, рядом, где был, от поселка. Так, потом мы решили съездить на избушку всей семьей. Поехали и собирали там, были там 3-4 дня, по-моему, так. Так, собирали. Там морожки много, она такая мягкая, уже сочная. Наилучшие вкусовые качества, конечно же, у свежей ягоды. Но и замороженная морожка сохраняет все полезные свойства, да и хранится дольше. В одном из городских кафе в этот сезон набрали и заморозили почти тонну ягод, чтобы хватило на год. Ягод мы приняли ровно столько, сколько нам нужно на год. Мы уже можем анализировать по прошедшим годам. Мы принимали ее достаточно дорого, поэтому мы закрыли сбор практически за пару дней. Сейчас мы принимаем жимолос, сейчас мы принимаем клюкву, голубель, чернику. Из морожки здесь готовят не только всем известные блюда, но и мармелад собственного производства. Мармелад пользуется огромным спросом. Как я сказала, мы варим его уже каждый день, маленькими партиями, чтобы он всегда был свежий. Гости в гостинице прям разбирают, в магазинах поставки практически ежедневные идут. Также мы отправляем в Москву, в Архангельскую, в Вологду, в Ярославль. В Казахстан уехала сейчас партия 10 килограмм. Как говорят местных кафе, именно блюда из морожки пользуются большей популярностью. Калитки с морожкой, пироги на заказ изготавливаем, ягодный микс, туда тоже входит морожка. Ватрушки пользуются популярностью. В этом сезоне мы приняли 400 килограмм морожки у населения. Народу очень много сдавало. Спасибо им огромное. Надеюсь, на сезон нам хватит. В общем, эта северная ягода в любом виде может заменить и апельсин, и другие фрукты по содержанию полезных витаминов. Александра Литкова, Катерина Тайборей, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры сделал DimaTorzok